Городской молодежный клуб ГМК-62 долгие годы объединял талантливых людей из разных сфер. Врачей, музыкантов, учителей, архитекторов, художников. Каждому из них хотелось проявить себя. Увидеть или создать нечто новое, смелое. На тех встречах впервые представили свои работы самарские молодые художники, которые в последующем стали признанными мастерами изобразительного искусства. Самарский художественный музей представил выставку, посвященную 60-летию с момента основания в Самаре городского молодежного клуба. Открытие прошло в лучших традициях ГМК-62 с живой музыкой. Это прежде всего память о тех замечательных самарских художниках, которые входили в клуб ГМК-62. И, конечно, в период 60-х годов, в период до Тепеля выражали свое восприятие мира, свободы, каких-то новых чувств. Но я хочу сказать, что особая ценность этих людей и сегодняшнего мероприятия состоит в том, что именно ГМК-62 заложили многие традиции в нашей культуре региона. Активным участником клуба была и директор художественного музея Анета Яковлевна-Бас. Поэтому сотрудничество с художниками занимало особое место. На организованных клубом выставках впервые представили свои работы Юрий Андреев, Георгий Кикин, Валентин Лисенков, Валентин Белоусов, Дмитрий Кондратьев и многие другие. На юбилейной выставке в художественном музее посетители могут познакомиться с творчеством художников, входивших в ГМК-62. Анета Яковлевна смогла наладить такую работу, чтобы художники передавали в дар музею свои работы. Сейчас это уже легендарные мастера, 14 художников, среди которых и Сушко, и Кикин, и Белоусов. И вот сегодня мы открыли эту выставку. Выставка в основном из фондов нашего музея. На юбилейной выставке спустя 60 лет со дня основания ГМК представлены графические и живописные работы самарских художников. Тематика разнообразна. Здесь можно встретить портреты современников художников, жизнь городов и деревень, строительство заводов и метро, рабочая повседневность. Несмотря на то, что по большей части представленные работы взяты из фонда музея, некоторые произведения экспонируются впервые. На самом деле очень такие противоположные какие-то ощущения у меня, поскольку представлены различные виды тематики, именно по тематике работ. Что-то связанное с родным, с Самарой, а что-то наоборот далеко от меня, что-то такое внеземное. Познакомиться с творчеством членов ГМК-62 в художественном музее можно до 9 июля. Александра Гусева, Константин Головин. События.